друзья всем самого доброго и дождливого утра сегодня у меня радость ребятки у нас на улице дождик правда еще и с грозой но гроза уже не столь важно сколько сама сама прохлада на градуснике у нас сразу температура упала на 20 до забыла сказать находимся мы в районе даже не в районе а на стояночке заправки ирбис это под казанию где вчера я заправил своего коня и рифа и поужинал но попрощаться не успел потому что я собирался еще ехать дальше а потом подумал сейчас у нас недалеко до поворота от воротки на оренбург а трасса для меня уже получается как новый потому что я на ней не был ну лет десять наверное и поэтому ночью где там вставать на стояночку я даже сейчас не знаю что тут изменилось но скорее всего изменилось за 10 лет поэтому я принял решение переночевать на этой заправочки а утром уже вместе с вами и теперь вместе с дождем и грозой мы прокатимся по новой дороге и посмотрим чем она нас порадует какими пейзажами ну что ребятки не буду вас утомлять болтовней давайте уже соберемся потому что ночка у меня сегодня была не айс как я вчера и предполагал как только встанешь в ряды с рифами это как будто волей с пчелами залез и начинается это гудение мало того твой тебе покоя не дает да еще и соседи подпевают в общем хор имени пятницка у меня сегодня был ночью друзья одним словом хоть и ночка у меня сегодня выдалась тяжеленькая выспаться мне толком не удалось но все равно я уже горю желание вместе с вами отправиться и посмотреть чем нас удивит новая трасса ну что поехали поехали друзья устраивайтесь поудобнее мы начинаем а точнее сказать продолжаем наше путешествие мне даже самому интересно просто вчера созвонился с другом и он не подсказал что вот эта дорожка через альметьевск она в хорошем состоянии и самое главное что там нет ремонта нет этих реверсивных светофоров которые отнимают очень много времени а по расстоянию практически одно и то же так что до свидания ирбис спасибо за гостеприимство поедем мы ребятки с вами получать положительные эмоции и новые впечатления от увиденного правда погодка для для управления вален для управления автомобилем в душной кабине очень даже очень даже хороша а дождичек он теперь только в удовольствие это не осенью когда летит грязь из-под колес сейчас дождички все чистенькие и точка то она как раз идет в нашем направлении так что помоет она нам еще и машинку заодно ух ты даже уже 19 градусов на месте еще и потеплее было сейчас упала температурка и это здорово и это радует потому что ехать комфортно ну что ж поехали ух ты трал загрузил двух трудяк и тащит куда-то на новое место дислокация а у нас ребятки впереди как раз и мы с вами отправимся на новосиб новыми путями да впереди солнышко то что идет вместе с нами и мне пока честно говоря не хочется на солнышко выходить пусть лучше под освежающим душем будем топать хотя он часом паутих утром то больно хорошо разошелся ну ладно сколько тут еще осталось у нас метров четыреста посмотрим километровый столбик кто не ходил этой дорогой для ориентира я думаю что она уже многим известна просто раньше всегда как-то ходили через набережные челны но как только вот башкирии начались эти ремонты до ездить конечно стала страной не дай теряешь очень много времени на этих ремонтном участке вот он указатель чисто были на трех языках верхний это местный татарский чистая он называется вторая строчка по-русски а третья по-английски вообще едем мы в сторону оренбурга да частенько я тут проезжал точнее эту раз на эту развязочку поглядывал как она здесь уходит на спуск как-то не задумывался что скоро мне по ней придется и проехать а может даже ездить придется потому что друга спрашивают а я теперь только здесь и ездю вот она новая дорожка здесь кстати ночью вот на этих столбах очень хорошие встают фонарики с освещением а дальше уже все дорожка из четырехполосной даже из шести вот здесь да если считать переходит двухполосные нам главное чтобы было покрытие хорошим чтобы ехать можно было не газ тормоз а спокойно без напряга без прыжков и пинков как говорится ехать свое удовольствие и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, шла-шла дорожка, двухполосная перешла в четырехполосную, ребят, потому что здесь уже постарались дорожнички, но, наверное, вот для того, чтобы сделать вот этот разворот. Иногда бывает для этого расширяют трассу, разводят направление, так сказать, подальше. Какое-то короткое время идет односторонка, но сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, ребят, я так же, как и вы, еду и изучаю эту новую дорожку. Ну да, друзья, как я и предполагал, расширение было сделано для того, чтобы отделать разворот. Вот, а дальше она опять перешла в двух сторон. Друзья, мы с вами подъезжаем к Куйбышевскому водохранилищу. Насколько мне память изменяет раньше, был мост с двумя полосами движения, то есть двухсторонний. А сейчас, наверное, уже сделали односторонку. Но мы сейчас посмотрим. Сейчас увидимся сами, своими глазами. Вот выросли, смотрю, стояночки, кафешечки здесь под названием Кама. Поэтому раньше не было. Сорочья гора, да, еще это место, Сорочья гора направо, она тут как бы в стороне остается. Еще это и называлось раньше направление на Сорочья гора. Да, точно, как я и предполагал. В последний раз, когда я здесь был, здесь развязочки. Точнее, здесь полоса была в одному мосту. А сейчас построили рядышком соседних, точно. И теперь здесь две полосы в одну, две полосы в другую, Рикакама. Слева, справа, Рикакама, а справа Куйбышевское водохранилище. Да, ну-ка, давайте посмотрим. Речка судоходная здесь, раз стоят бакены. Но я и думаю, что такая ширина как-нибудь судоходная. И глубина, наверное, не маленькая. Да, здесь даже впереди, я смотрю. Здесь мост сделан для того, чтобы сюда проходили. А дальше, чтобы, я так понял, сэкономить средства, взяли, просто засыпали дамбу. А чуть дальше мы с вами увидим, да, вот здесь уже вот дамба. Как обычно, будочка для охранников. Посмотрите уже, какой здесь вырос лес. А ведь раньше просто, просто насыпь была из пескапы. Вот так вот, что делают в года. Маленькую семечку где-то задуло и пошел расти лес. Так, вот здесь у нас сейчас еще один мостик. Но он явно сделан не для того, чтобы под ним входили сюда. Низенько, низенько, он расположен. Да, вот он самый мостик. Тоже, когда я здесь был в последний раз, я говорю, лет 10 назад, он еще только был в плане строительства. А здесь река Архаровка. Архаровка. И все это впадает в Куйбышевское водохранилище. А вот там земснаряд, ребятки, набывает у нас. Далековато находится, конечно. Сейчас попробуем приблизить. Да, здесь с обоих сторон. И здесь земснаряд, который намывает песок на дамбу. Ой, тут не один он. Ничего себе. Раз, два, три аж целых. Да, и вот рядышком у нас как раз и растет эта дамба. Если мы сейчас ее увидим из-за деревьев. Вот сюда намывается песочек. А потом он или грузится на барже, или идет, скорее всего, он на ремонт дорог. Дальше у нас должна быть весовая. Насколько мне память, если не изменяет, и пост ЕВДД. Но посмотрим. Что-то Козель еле-еле напрягается, но все-таки обходит. Сейчас будет мозолить мне глаза. Переезжаем на маленькую речку Кунарку. И как я вам и говорил, да, впереди у нас, по крайней мере, раньше была весовая. Сейчас посмотрим. Наверное, ничего не изменилось. Да, и пост ГАИ впереди. Переехали мы в водохранилище. Это и температура резко скакнула уже. Уже 26. Да, 26. А весовую здесь закрыли. Ограниченной скорости 90 км в час. Кафе-мотель выросла. Морковочка большая. И осталась только будочка от весовой, и то на той стороне. А заезд на нее закрыт, смотрю. Так. Вот она развязочка. Она и раньше была, когда я ездил. Дальше по плану, я смотрю, дальше эту трассу везти, наверное, чтобы обойти вот этот поселочек. Как называется, забыл. Ну, сейчас едем, посмотрим. Потому что у нас вся дорожка пойдет прямо через поселок. Он длинный такой поселочек. Название не помню. Блин, жалко. Дождик остался весь в стороне. И здесь опять начинает жарить. 26,5 уже. Ну, давай. Несанчик, обходи. И мы уже за тобой пойдем. Поселочек называется Алексеевская. И он довольно-таки такой вытянутый вдоль берега. Так же, как и дорога. А справа по ходу тянут газовую трубу. Можете, я ошибаюсь. Может быть, водопроводка какая-то. Хотя вряд ли. Скорее всего, газ. Так, а тут у нас я люблю Алексеевское на заборах. 55 Алексеевскому району. Смотри-ка, сколько информации. На заборчике нарисовали. Приезжайте. Приезжает отдыхать в Алексеевское. Встречаем с улыбкой. Готовим с любовью. Это значит, какое-то кафешку тут рекламируют. А так, ограничение здесь, как было, 40 километров в час. И я тогда ездил так здесь и осталась. Кому надо быстрее, те летят. летят утки. Летят утки. Да. Вот такой поселочек. И вижу я впереди, что у нас сейчас как раз храм построен с такими красивыми куполами. Вот отсюда, наверное, будет не видно.